Приветствую вас, на самом деле, я думаю, что вы уже всё решили, потому что и молодому человеку сказали о том, что, ну, вот, что, у вас никогда не было секса, вот, и, соответственно, знаете, что он уже, как бы, ждёт от вас, ну, того, что он, вы с ним, значит, ну, переспите, да, вот, всё это как бы уже, скорее всего, известно, вот, и если вы сейчас дадите задний уход, ну, это будет, знаете, как это будет выглядеть разочарованием, вот, не только для вас, но и для него тоже, вот, поэтому лично я, лично я, думаю, что вы уже всё решили, и вот, действовать нужно, в общем, так, как вы решили, вот, рекомендация здесь, может быть, на самом деле, следующая, да, то есть, советов, я давать вам не буду, потому что, советы всё-таки дают другие люди, да, советы дают всё-таки близкие люди, ну, вот, а психолог советов давать не может, вот, да, я и, в общем-то, не считаю, что, даже если бы можно было, то стоит давать советы, ну, вот, потому что, как показывает практика, ничего хорошего из этого не получается никогда, вот, смотрите, если, если вы хотите именно только секса, да, то есть, если вот, вам нужно чётко понимать, для чего вы это делаете, вот, вот, зачем вы это делаете, то есть, зачем вы вступаете в отношения, зачем вы сближаетесь с человеком, вот, если вы сближаетесь с человеком, только ради секса, да, только ради секса, то это хорошо, это здорово, это замечательно, вот, вы переспите, получите удовольствие, всё будет прекрасно, вот, вот, но если вы ждёте чего-то ещё, вот этого, то есть, если вы, там, грубо говоря, ожидаете отношений, там, чего-то такого, вот, вот, то лучше, конечно, этого не делать, вот, или подождать, подождать, изучить немного человека, да, постараться его, ну, получше понять, вот, и уже тогда, да, после этого уже делать, какой-то, вот, выбор, вот, а почему, почему так, да, потому что, если вы, примите решение, с мужчиной переспать, да, вот, примите, примите решение, с мужчиной переспать, сами, при этом будете ожидать, от него, на счёт, ну, каких-то действий, в свой адрес, да, вот, то, ну, я просто-напросто, вот, не думаю, что это будет для вас полезным, вот, то есть, кроме разочарования, да, кроме разочарования, вы вряд ли, вы вряд ли вообще для себя что-то хорошее здесь получите, кроме разочарования, вот, потому что, ну, как бы нужно отдавать себе отчёт, да, в том, зачем вы это делаете, для чего вы это делаете, чтобы что вы это делаете, вот, потому что, многие мужчины, да, они, очень различают секс и отношения, и если, например, секс возможен, то отношения нет, или бывает наоборот, что отношения возможны, а просто секс нет, вот, вот это всё, ну, вот, пока история, и вам нужно иметь её в виду, эту историю, чтобы не попасться в ловушку ожиданий, вот, понимаете? И вот вы не пожалеете о потере детственности, если вы будете четко понимать, для чего вы это делаете, если вы не будете придавать этому излишнее значение, потому что, ну, в современном мире детственность, это вообще не то, что сильно привлекает, и не то, на чём сильно заморачиваются люди, помимо тех, для кого это важно, но там, как правило, есть определённые проблемы, вот. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание несколько на другой аспект. Смотрите, у вас 27 лет, не было интимной жизни. Это по, ну, по личным временам, да, это весьма и весьма странно. То есть это свидетельствует о наличии конфликтов у вас, о наличии неуверенности, в себе, может быть, у вас же. И, как бы, то, что вы познакомились с человеком в интернете, да, вот, это, ну, собственно говоря, тоже много о чём говорить, вот. Часто это говорит о том, что у вас может быть проблема с сближением, ну, сближением с людьми, вот. Смотрите, какой момент. И мне кажется, что данные аспекты, их нужно обязательно выявить. Потому что это, возможно, будет вам мешать в дальнейшем. Это вам мешает сейчас и, возможно, будет мешать в дальнейшем. Вот. Выстраивать, ну, наши отношения. Вот. Соответственно, чтобы этого не было, опять же, с этим нужно работать. Страх близости, если у вас есть неуверенность в себе, если у вас это есть, всё вот это вот нужно разбирать. Собственно говоря, да, и смотреть на то, значит, что за этим стоит. Вот. Смотреть на то, значит, благодаря чему, какое стало возможным. Вот. Потому что, проблемы надо брать всю, в целом. Вот. С другой стороны, с другой стороны, можно сделать вывод, что вы, ну, не совсем классическая современная девушка, да? Вот. И, может быть, может быть, опять же, да, может быть, может быть, вам стоит посмотреть в сторону отношений более искренних. Вот. То есть, вам стоит, например, посмотреть в сторону отношений, которые были бы направлены именно на эмоции, да? То есть, на брак и так далее. Ну, вы так, опять же, подумайте, да, вот, что вам хочется, что вам хотелось бы, ну, чтобы вас не заставлять. Вот. Во-первых, какие у вас ценности, почему вы раньше ни с кем не переспали, да? Почему вы познакомились в интернете? То есть, если ваши ценности вписываются, например, секс и, соответственно, потеря, ну, девственности. Сейчас, вот, на данный момент, если вписываются, то на здоровье никаких проблем, я думаю, нет. Если ещё вы знаете, допустим, если вы знаете, что вот перед папой будете чувствовать себя хуже, или если у вас, опять же, завышенные ожидания или надежды, вот, то лучше, конечно, этого не делать. Потому что, ну, вот из-за чего, да, просто из-за чего происходит разочарование, да, из-за чего, по какой причине? Из-за ожидания. То есть, завышенные, завышенные, завыщенные ожидания, это то, что, продать боже. И, соответственно, всё, что нужно сделать вам, это просто перестать ждать, по сути. Вот. Если, на мой взгляд, то что-то вам нужно сделать. Вот. Как только вы перестанете ждать, то ситуация, я думаю, тут же, нормализуется. Вот. Вы сможете для себя сделать выводы. Так, чего я хочу-то вообще? Что мне нужно-то вообще? Вот. Понимаете? Вот. И, соответственно, если выяснится, если выяснится, что по итогу вы хотите именно отношений через секс, например. Вот. То, ну, конечно, в таком случае, наверное, лучше вам вступать в половую связь. А, наделая, нужно будет раскрыть все ваши блоки, которые имеют место сначала. Вот. А уже, уже потом, уже потом, можно будет что-то делать. О чем-то говорить. А уже потом, можно будет как-то корректировать вашу, ну, вашу позицию. Вот. В том числе, да. В том числе позицию и жизненную. Вот. Вот так. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Вот. А если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. У него вообще такой подскриптум, наверное, будет у меня по поводу неуверенности партнера. 100% уверенности в другом человеке не может быть, наверное, никогда. Особенно на стадии ваших отношений. Ну, потому что вы друг друга, знаете, относительно слабо. Вот. То есть, здесь не нужно рассчитывать именно на то, что у вас там появится 100% уверенность. Вот. Не нужно на это рассчитывать. Я бы сказал, что уверенность лучше формировать именно в вас. Чтобы уверенность была в вас. Вот. Не в партнере, а в вас. И если вы будете уверены, если вы будете уверены в себе. Вот. Что и, соответственно, в партнере вы будете уверены тоже. Вот. И тогда отношения будут для вас максимально привлекательными. Вот. Максимально легкими, максимально свободными, максимально независимыми. Вот. Ну, то есть, вы сможете из них максимум позитива. Ну, для себя извлечь. Вот. Ну, опять же, опять же, да, для этого не нужно претендовать на какую-то уверенность. Потому что, потому что ее этой самой вот уверенности, 100% в другом партнере нет. И здесь вы вполне возможно перекладываете ответственность за свою собственную неуверенность в себе на другого человека. Вот. Что не является чем-то хорошим для вас. Вот. И если вы этот момент для себя не выделите, то рискуете много времени потерять на поиске партнеров, которым вы были 100% уверены. Но истина такова, что будучи самостоятельно в себе неуверенны, вы всегда будете проецировать эту неуверенность на других людей. Вот так. Вот так. Продолжение следует...